Будете у нас на Колыме? Нет уж, спасибо, лучше вы к нам. На этой неделе стало известно, до чего может докатиться медицина в желании сэкономить и импортозаместиться. Наверняка вы тоже слышали эту новость и поняли о чем речь, но я все-таки расскажу и прокомментирую. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фирмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, медицина как она есть. Это история родом из Магаданской области, где неожиданно для государственного медицинского учреждения сломался аппарат магниторезонансной томографии. Министр местного здравоохранения, попытавшись разобраться в ситуации, обвинил в поломке врачей. Ну типа, а нефиг назначать столько процедур там, где можно обойтись компьютерной томографией. Эта процедура и проще, и дешевле, и аппаратов в больнице несколько. Но нет, ведь принципиальные врачи хотят поставить правильный диагноз, и оттого вместо КТ назначают более информативное МРТ. Вот и да назначались. Аппарат сломался, причем уже не в первый раз. Говорят, что три месяца назад его уже лечили, но, как видите, хватило ненадолго. А ведь ему всего-то три с половиной года. В общем, козла отпущения нашли в лицах заведующего отделением, лаборанта и ответственного за технику безопасности. Теперь вся троица направится на доп. обучение, ну и частично скинется на ремонт. Хотя, почему? Ведь в том, что именно этот персонал попал в больницу, виноват, наверное, главврач и кадровая служба. А еще те, кто не объяснил, как правильно пользоваться аппаратом. Поэтому на месте отстраненных от работы медиков я бы пошла дальше и рыла бы глубже. А в противном случае, ну давайте все будем скидываться на рабочую аппаратуру. Сломался, например, станок какой-нибудь лазерной резки. Все, следующие 23 года его оператор работает исключительно за хлеб и воду. Прогнил пол в какой-нибудь школе. Надо заставить родителей школьников на него скинуться. Они же сами там его топчут. Хотя, да, это же и так так работает. То на новые окна, то на новые шторы, то стулья шатаются, то лампы перегорели. Поэтому чему тут удивляться? Сегодня врачи за свой счет отремонтируют аппарат МРТ, а завтра сделают ремонт и во всем отделении. А между тем, как утверждает Роскачество, красная икра, которая должна была украсить новогодние столы россиян, могла бы принести с собой неприятные подарки. Если бы, конечно, не Роскачество. На этой неделе в 8 пробах икры от 8 различных производителей сотрудники ведомства нашли кишечную палочку. Помочь почистить организм в новогодние праздники россиянам помогли бы компании Камчатское море, Меридиан, Восточный берег, Лента, Сахалин рыба, Роял Блэк, Форвард Эс и Московский рыбокомбинат. Ну, короче говоря, почти все. А кто тогда остался, спросите вы? А я вам отвечу. Остались всего три производителя, которые, видимо, и проплатили всю эту пиар-акцию. Потому как в четверг стало известно, что Роскачество опровергло информацию относительно проверок красной икры в этом году. Ну, то есть на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой же продукт из перечисленных можно употреблять без боязни оказаться в кафельной комнате. Поэтому, как всегда, ставим на стол кабачковую и не опасаемся за свою жизнь и свое здоровье. Икра черная, красная, да, заморская икра баклажанная. А между тем, в тот же четверг стало известно об ограблении века. Двое неизвестных вынесли из Камчатского завода полторы тонны красной икры. Как сообщает телеграм-канал Шот, грабители дождались, пока охранник уснет, проникли на территорию завода, сорвали замки и похитили рыжее золото нерки, киты и горбуши. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Вот только невыясненным для меня так и остался один вопрос. Как они вынесли полторы тонны икры? Тонны, друзья, это полторы тысячи килограммов. Но явно же не на своих двоих. А если заезжали на грузовике, то что же такое снилось охраннику, если он не услышал звук работающего двигателя? Ну, друзья, у меня для вас есть небольшой спойлер. Могу предположить, кем были эти грабители и какой магазин будет следующим. Да вы и сами сейчас обо всем, наверное, догадались. Да, наивно полагаю, что кому-то просто очень захотелось бутерброда с красной икрой. Поэтому сначала голодные воры вынесли из продуктового магазина Екатеринбурга 20 килограммов масла. Затем похитили полторы тонны икры. Теперь дело за малым. Украсть где-то булку хлеба. И жизнь, как говорится, удалась. Кстати, владелец магазина «Молочное место», откуда и утекло сливочное масло, попросил екатеринбуржцев быть бдительными и о нелегальной продаже продукта с рук сообщать ему лично. Так что скоро во всех районах города. Пс-пс, друг, тебе масла не надо. Кстати, жительница Нижнего Новгорода, которая тоже отличилась кражей масла, она похитила 29 пачек. В четверг предложили заменить реальный тюремный срок отправкой на СВО. Но 33-летняя Екатерина отказалась, предпочтя контракту с деньгами Нары с Баландой. И это, конечно, грустно. Не, не то, что россияне не идут на СВО, а то, что дожили до того, что идут на грабежи и кражи. Причем чего? Какого-то сливочного масла. И на этот шаг они решаются, полагаю, далеко не от хорошей жизни. Но вот министр сельского хозяйства Оксана Лут так не считает. В начале недели она заявила, что масло в России дорожает, потому что люди стали жить богаче. Да-да-да-да. Опять во всем виноваты мы с вами. И в том, что яйца дорожают, и в том, что гречка пропадает. Вот только повышение стоимости товаров я вижу, а повышение зарплаты почему-то нет. Наверное, надо сходить к окулисту. Но все же так, как Лут, считают не все чиновники. Вот Валентина Матвиенко, например, на этой неделе нашла причину низкой рождаемости в России. В этой проблеме она обвинила производителей детского питания, которые настолько обнаглели, что мешают росту демографии. Внимание, цитата. Получается, что каждый месяц семья с маленьким ребенком должна тратить до 16 тысяч рублей только на детское питание. Но не каждая семья может себе позволить такие расходы. Конец цитаты. Ну и типа задача депутатов разобраться с этой проблемой. Например, привлечь к ее решению ФАС. Ну или в очередной раз попытаться импортозаместиться. Вот только чем? Урожая у нас почему-то нет. Масло тоже. Выписываем его из Эмиратов, причем украинского замеса. Но проблема есть и с ней надо работать. Так что ждем команды ФАС и ухода с российского рынка большинства производителей детского питания. Ну потому что все, что мы можем, это установить для них потолок. А им это зачем? Они же все равно должны как-то выживать. Закупать сырье, тару, упаковки. Прибавьте к этому логистику, зарплаты, рекламу. И получится, что себе в убыток много ты и не заработаешь. Ну или заработать попытаешься, но скажется это и на качестве продукта. Ну а с таким мышлением, как у большинства депутатов, винить в низкой рождаемости можно кого угодно. Вы цены на подгузники видели? А на детские носки, которые почему-то стоят дороже, чем взрослые. И так ведь во всем. Мы по сообщениям чиновников с каждым годом становимся богаче, но почему-то при этом позволить себе ничего не можем. Ни ребенка, ни даже первый секс. Кстати, на этой неделе именно эта тема стала одной из самых обсуждаемых в сети. Потому как в Госдуму поступило предложение о создании в России министерства секса. С такой инициативой к представителю Госдумы по защите семьи Нине Останиной обратилось агентство главпиар. В своей пояснительной записке потенциальный создатель министерства утверждает, что предложенные им меры помогут повысить рождаемость и сформировать лояльное отношение к властемущим. Ну потому что приятно же получать удовольствие, но еще и за чужой счет. В частности, главпиар предлагает государству оплачивать первые свидания в размере 5000 рублей и первые брачные ночи в размере 26 тысяч рублей. А еще инициаторы решили, что помощью в решении проблемы может стать отключение света с 10 часов вечера до 2 часов ночи. Ну и как вариант оплата домашней работы женщинам, состоящим в браке. Помните, на прошлой неделе я абсолютно не шутя сказала, что на работу женщины ходят, потому что там меньше работы, чем дома. Так вот, на этой неделе главпиар меня услышал и решил поддержать. Спасибо, конечно, но в затею эту я почему-то верю. Мало. Ну просто если министерство и получит путевку в жизнь, то скорее всего свою деятельность начнет со штрафов. Типа, а ты выполнил свой план по благотворению? Если да, то предоставь доказательства в виде справки о беременности подруге. Если нет, вот тебе штраф. Ну а у меня все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. И да, не забывайте подписываться к нам в Телеграм. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok